Патриархальный город Зарайск расположен всего в 145 километрах от Москвы, на реке Осетр. Впервые упоминается в Никоновской и Епатевских летописях в 1146 году как город Осетр. История Зарайска – история России, которую современные археологи решили дополнить яркой страницей исторического бытия. По соседству с Зарайском и Зарайским Кремлем, в целях, разумеется, создания наиболее благоприятных условий для развития туризма, руководство Московской области решило построить огромнейший свинокомплекс на 180 тысяч голов. Устраивает весь этот свиной Диснейленд огромный холдинг из Таиланда, который занимается выращиванием свиней в 14 государствах. Например, на территории Европы его деятельность запрещена. Свинокомплекс, рассчитанный на 180 тысяч голов в год, должен в ближайшее время образоваться на территории этого района. Но проблема в том, что население Зарайска – 40 тысяч человек, а агрокомплекс будет выращивать 180 тысяч голов. Другими словами, население уступает заявленному числу парнокопытных почти в пять раз. В непосредственной близости от деревень Алтухова, Веселкина, Зиминки, Кобылья, Пыжева, Перепелкина, тайские инвесторы готовятся возвести там бойню и армный крематор для свиней. Нет, я, конечно, понимаю, импортозамещение – это здорово. Но почему же в огромной России, где очень много территории, нужно создавать свинокомплекс в непосредственной близости с одним из самых древнейших городов и Кремлем, которым славится этот город? Русский мир должен сдрогнуть, но вместо этого он дружно прогибается под мир тайский. Депутаты Московской областной думы, ведомые Никитой Чаплиным, даже предложили местным активистам, выступающим за сохранение выдающегося культурного наследия России, посетить Нижний Новгород, где тайские свиньи мирно уживаются с Нижегородским Кремлем. То есть это входит в такую хорошую традицию – поселять свиней рядом с историческим наследием своей страны, с Кремлем. Люди, кстати, из Зарайска съездили и посмотрели, и вернулись полные ужаса и недоумения. Первое, что они отметили – это невыносимая вонь, которая там поселилась и не собирается оттуда уходить. Они сказали, что им казалось, вонь находится в каждом их волосе и в каждой частичке их одежды. Зловония власти, игнорирующей, надругавшейся над человеческим обликом, над многовековой историей. Эта вонь говорит сама за себя, что принцип нынешней власти в России отжать по максимуму, а после хоть потоп из свиной мочи. И даже не запах является основной проблемой, а то, как и куда будут утилизироваться испражнения. Есть технологии, теоретически позволяющие избежать выброса в окружающую среду. Но на сегодняшний день уровень культуры в агротехнике недостаточен для того в России, чтобы защитить прибрежные районы и население. Другими словами, такое огромное количество свиней и навоз, который будут они производить, невозможно так быстро утилизировать, не имея мощные станции переработки. А их как раз закупить подзабыли. Жители Зарайска не глупые люди. И они поискали информацию об этом холдинге. И выяснили, что, например, в Европе им запретили заниматься разведением свиней. Именно по той причине, что после себя они оставляют загаженную территорию, проще говоря, просто засранную свинями. Больше всего людей и защитников жемчужины Подмосковья пугает еще и то, что при заключении соглашения с тайской компанией, власти области не провозили никаких общественных обсуждений и не привлекали экологов к этому вопросу. Несмотря на то, что люди против, подготовка к строительству свинокомплекса проходит полным ходом. Для специального поручения главы Подмосковья Андрея Воробьева масштаб общественного возмущения игнорируется и тайскими бизнесменами, и российским законодательством. Собственно говоря, плевать они хотели на все их акции. Народные избранники, в кавычках, получившие незаконным путем свои мандаты, теперь готовы утопить свою родину в дерьме. Они обрекают это место на своего рода свиное гетто, когда небольшое количество людей должно обслуживать огромный агрохолдинг. При этом все отходы они должны будут утилизировать сами, но и мириться, конечно, с нескончаемым запахом, который будет там неизбежно находиться. Старин Кремль, прекрасные музеи, исторические и творческие фестивали, которые там проводились, экологический туризм, великолепные пейзажи, прекрасная река Осетр, засеянные поля – сейчас все это под угрозой. Очень скоро все это исчезнет. Экология района может быть разрушена строительством этого комплекса окончательно и бесповоротно. Стоит отметить, подмосковный Зарайск отнесен к памятникам национальной культуры, но почему-то все забыли об этом, как только впереди замаячили хорошие деньги. Это самое настоящее преступление страны перед людьми, живущими сегодня и перед потомками, потому что свиней-то можно будет убрать, а вот вернуть экологию в это место уже будет невозможно. Вот такие вот западные в кавычках инвестиции и вот такое вот импортозамещение любыми средствами. Так, спасибо за внимание. Приятного аппетита! Пос Endeg來 из бедеранных земляков привезда к западной и с цифр-outer Shortно-White Ellingsbrookie Павлите Elders